добрый день сегодня я вот хотел бы побеседовать на любую тему но прозвучит как бы моя ответка навальному на лично наезд вроде как на меня но там ситуация такая что он во время дискуссии с чубы сам который устроил собчак заявил что я не собираюсь вас заменять каким-то там его новым но какого его думал имел виду может я может я может быть ну а я на всякий случай а вдруг меня я хочу сказать что ну хотелось бы господину навальному выразить удивление во первых даже вот та дискуссию как он вызывает удивление там было шарки вани столько подобно страсти вроде бы и критика а в то же время какой вы молодец что но в основном в основном это дурное государство виновата вы там вообще сам сам по себе молодец а вот избрали неправильную себе систему вот и ну и дело в том что он дискуссию том ключе который ему задала собчак вот шарик и нарисовал там когда про навального и собчак писал делал репортаж у него такой человечек был и у девушки как бы там собачка на поводке к сожалению должен тоже что опять-таки навальный полностью подчинился лег так сказать под так сказать вот диктат собчак хотя там была самая дешевая такая демагогия кто-то такая вообще было чтобы но по-любому они какие-то ну так тяжелые весы политики так сказать ну люди известные так сказать во многом так сказать негативно известные но по-любому известны она предоставляет площадку только и всего но однако на диктует расставляем будет все в пользу господина чубайса вот мы не будем вот эти темы обсуждать вот эти все неудобные для господина чубайса будем обсуждать только вот научные проблемы ну я как бы хочу я например не буду подчиняться вот этим конечно дурацким правил пусть по им подчиняется навальный для меня как дочка коммунистом который превратил культурный петербург бандитский петербург она не авторитет поэтому я придерживаться вот этих правил не буду говорить что пожелаю в отличие от нового но у меня знаете вот вызывает дело в том что господин чубайс очень много говорил о громаднейших успехах на на технологии сколько там внедрил сколько везде прорывы везде вот впечатление что вот просто поток валюты запада потому что наши технологии уже превосходят ну чуть ли не по большинству направлений вот этот поток силевой поток валюты уже все покупают наши технологии вот он просто вот час идет но он где-то еще застрял в горах но скоро он обрушится на нас и все сметел вот я хотел бы немножечко какие-то свои сомнения выразить но я во первых хотел бы раз уж господине чубаси зашла речь немножко давайте порассуждаем действительно ведь мы может быть как крестьяне неграмотные темные не знаем что там творится нас никто не ставит не путин ничего куда наши там деньги идут вот господина навального хотя бы я думаю помогают дружеские разведки нато вот не сомневаюсь прямо что как это у него все все данные интересные ну спасибо ему и за это так сказать он что там публикует вот правда вот его запал с чубасом сразу спал на какой-то сверху сверху уважительный сверх подобострастный стиль куда делись ты вор ты бандит как он там обычно насильник и ну и так далее вот я начну с ответа господину навального а что дескать ну не заменять же чубаси на какого-то было его ну я хочу сказать я не знаю как там другие мы однофамильцы но я вообще никаких трудностей если скажем скажем вот власть принадлежала бы более случае не гельцинской крики а мне ну вот допустим я там пусть генеральный секретарь там ну или не знаю верховный правитель в россии ну как угодно там я в любой ситуации вот этой бы нашел выход и не потому что я великий экономист какой-то или ну вот сверх умный какой-то экономист и специалист в области экономики вот а потому что в такой стране как россия поднять ее просто это ну 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 каждый дурак бы смог кроме чубы каждый но вот он фактически мы знаем что когда ельцин воцарился они с березовскими крутили все дела в россии то собственно говоря вот я хочу сказать то что он подчинился вот так собчак вы знаете как бы собчак взяла его на поводок он может и не знал с этих цифр может и не я по сей день хочу привести итог работы чубы совете он уже должен был у нас создать рыночную экономику которую наделите людей и собственностью чтоб они почувствовали вкус как бы управление предприятиями владение акциями акционерной то есть создать рынок ценных бумаг и тому подобное ну и значит давайте просто по итогу сегодня посмотрим капитализация сегодня я могу точных цифр сейчас не сказать но все их предприятия ну там миллиардов 150 ну 200 допустим миллиардов долларов а капитализация самсунга она пожилую выше может там 300 миллиардов ну я так сейчас приблизительно я не готовился к этой ну я говорю там приблизительно можете посмотреть наверно то есть весь самсунг сработал лучше чем чем все наше государство чем все мы которые в пути лица пахали на чубайса на коммуниста с 1970 года чубайса и знатнейшего коммуниста ельцина и на его команду всю состоящую из коммунистов вот к сожалению вот вот мы имеем вот такой ну вот а мы может быть тоже бы как бы сумели бы бы ну или я вот конкретно как камер на меня же был наезд вот в этой ситуации поправить такой безвыходной такой ужасный как они там описывают как чубайс что я вынуждена делая вынуждена превращал все в криминалитет наделяла воров законе собственностью и так далее и так далее что я вынуждена делал коммунистов олигархами сверх богатыми людьми это все было как так чтобы не было никакого-то будто я хочу сказать вот это вот демагогия на каком-то вообще не стоит никакого гроша если чем не полный идиот кончен почему потому что давайте давайте подумаем тут прямо вот смотришь на хитрое лицо господина чубайса видимо по фамилии но наверное прибалта прибалта да и сразу же как вот или эстонцы или латыша мы не знаю кто там не важно несут вот сразу же бросается глаза могут как бы такой койки моменты хотелось бы расставить послушайте но у нас как бы пусть была некачественная продукция но многие заводы в работали выпускали продукцию аналогичную западным но которая по качеству резко вступала им потому что коммунисты тупые люди они совершенно не способны что-то делать качественно понимаете дурная их идеология дебильные вот эти коммунистические принципы она порождала целую какую-то коррупционную сеть какие-то фильтры что умных людей она абсолютно не пропускал и только проходили вот такие хитроумные люди как чубость но которая опять-таки хитрость не есть ум которые рождать ничего не могли вот за свою жизнь так то вы ничего и не произвел ничего не сделал мешка картошки не вырастет понимаете но то есть и вообще пользы никакой же вот если вот не верить вот этим вот сказкам которые он рассказывал ну вот давайте допустим что бунт красных дикторов угрожал давайте понемножко подумать вообще эти люди были настолько воспитаны в рабских каких-то что указание сверху что только то что тебе если их просто было распустить ну конечно не могли что и что-либо сделать ну извините люди которые лекли впоследствии вот эти вот ельцинские директора до которые вот эти коммунистических каких-то там варенников авторитетов пока от каких-то какой-то чему какой-то баран там или еще там но я не знаю там бы там какой-нибудь там это антибиотики или еще прочее вот они под всех этих вы можете себе представить какие-то крупные компании которые бы промышленные которые бы ложились плату вот этих вот но это надо быть и для них совсем чумом и вот эти люди бы государственную власть захватили и прочее прочее но вот допустим давать им что вот я верховный правительный хорошо я вызываю себе руководители мвд кгб тогдашнюю и просто поднимаем все равно в этой структуре как она не была коррумпирована все всегда в силовых структурах найдется люди которые там работают по призванию которого каких-то принципы есть как у господина там дуарте с филиппины или еще и достаточно им было поставить задачу сказать что вы знаете у нас коррупционная составляющая среди этих красных директоров среди вот этих воров которые тащили и воровали все что можно и не пора ли нам вести смертную казнь не парали за крупные хищения так сказать карать по-настоящему я думаю что это получила бы как бы поддержку и собственно говоря да это и бы встретил и в народе очень даже многие тогда жаждали и жаждут и сейчас совершенно справедливо жестких мер к ним ну и достаточно было публичную казнь провести несколько хитин да они бы не пикнули они бы не пикнули они бы еще поддакивали все это же дураку ясно понимаете то есть а если бы кто и пикнул то решить снизу с ними вопрос можно было даже на основании их них законов потому что они везде все пилили все растаскивали как вот стадо крыс вот вот что это были за красные директора там ну ну единственно может быть были какие-то исключения но которая абсолютно не делали никакой погоды ну вот у нас имеется вот эти предприятия мы бы наделили людей акциями что стоит провести нормальную было приватизацию чтобы люди обладали действительно этими акциями ну конечно я выбил определенный мораторий определенный запрет временной на продажу этих акций как и об этом даже догадался сделать такой ну застойный не самый лучший ну вот шаймиев там тарта татарстане почему и успехи татарстана по сравнению где властвовал чубы с существами посмотрите там какие улицы какие там как там хорошо выглядят города но как бы это половинчатая даже маленькая мера и то помогла но я же бы не ограничился как шаймиев там ведь просто ну стоит зовут ну допустим он выпускает там плохую продукцию но главное его стоимость поймите это вещи вот это никто не мог поймать пайпа понять с 90-х годов это вот корпуса это вот тысячи тонн бетона это вот само здание вот это дорог а не оборудование которое в нем ну вот она устаревшая да допустим допустим давать так южная корея она как бы свое движение начала у него уже не было ни редкоземельных ни цветных как у чубы со ничто по горло что обожраться не алмазов ничего все это было учебой а у южной кореи этого не было ничего они собрали по копеечкам первые 200 миллионов долларов вот с этого маленького как бы движение начали скрохотные суммы которые вот эти люди прогуливали в ресторанов понимаете нашу коммунисты вот так вот спускали такие незначительные суммы для них вот просто вот так они вот начали вот с этого свою экономическую революцию страна которая ну как сказать и имеет свое какое-то определенное мнение и возражает вашингтону и где-то не вот как мы видели недавно и которая не тупо выполняет то что а придерживается какой-то своей какой-то линии и как мы видим что там не как учебойся были все советники с цирушными фамилины на там вот мы видим почему-то корейцев на всех постах и почему-то они не стали там приглашать не сказали мы дебильные мы русские там или как корейцы там дебильный чет корейцев приглашают давайте вот цирушников наберем управляющими они будут настигать мечами а мы как холопы будем пахать а уж они то нам добра желают само собой поскольку вот это корея результат ну давайте посмотрим у нас было ли такое возможно ты у нас просто не нам не надо было копить как корее у нас же вы извините нефтяные реки у нас запасы запасы северных углеводородов вообще фантастические они превышают все что у остального мира есть но если это конечно опять не спустят коммунисты не разбазарят что легко может состояться если вы будете бросать у них вот этих чубысов там и прочих талончики на выборах и разбазаривать свой политический капитал свое время и так далее ну вот так вот есть какая-то технология есть какая-то линия по выпуску компьютера по выпуску там холодильников или еще каких-то у нас устаревшие у них хороших вами да что кубку стоит купить то это оборудование что стоит взять золото валютные резервы не пить не пилить не прожирать было и вот этой ельцинской клики не не обжираться не покупать себе вилла а просто купить это оборудование просто и поставить ну как беспроцентный кредит скажем на 30-40 лет как петр первый освобождал там людей когда давал им там новые земли говорит что на 15 лет освобождая вас от налогов ну вот тут можно было когда в принципе можно было с этого как бы начать ну и собственно говоря собственно говоря все бы заработал ну даже если бы где-то допустим представим что мы купили как оборудование для строительства скажем новых самолетов для строительства компьютеров для строительства еще канала для выпуска для выпуска сканеров там но у нас как бы разошлись золото валютные резервы это там да на это дело как бы ну и что ну и что у нас же пожалуйста имеется печатный станок если мы точно знаем что где-то вложение где-то они себя оправдают ну например 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 у нас дачные участки без без водопроводов без газопроводов без топлива без часто электричества деревни в ужасном состоянии что стоит туда было напечатать денег и сделать и опять таки сделать как это как беспроцентный кредит а может быть вообще никакой кредита но просто оставить им в пользу чтобы они в дальнейшем вот основываясь на этой базе что стоило купить и управляемый компьютером фермы я не вижу в этом никакой сложности причем ну нам навязывалось что наш рубль ничего не стоит обеспеченный алюминием тяжелыми металлами редкоземельными металлами алмазами вот он ничего не стоит а доллар стоит вот нам вот придумали вот эту сказку вот эти чубы и они еще бегут час путину кричат давай давай пусти рубль пусть мы будем богатеями а эти вот лохи крестьяне русские там мы коммунисты будем обжираться они мамы мы будем за копейки нанимать вот план чубайся вот план немцова вот план всей этой клики и навальный я не думаю что с них от них очень-то отличается вот и а я там вот как бы предлагал это я вот как кстати говоря ведь у нас были все же началось даже не с вот этой большой а с малой приватизации почему-то малая приватизация вот это торговые предприятия чубысь это все раздал кому раздал вообще никто не знает почему как куда делись все наши торговые предприятия как они прошли мимо все на наших рук это было благодаря всю коммунисту чубы все под вот такую же болтовню про рост нанотехнологии про машины которые будут ну тогда он и обещал всем машины клялся что машина по волге будет всем ну понимаете как полагаю что это действительно был предел мечтаний потому что сейчас на этой волге многие побрезгуют ездят на это советской волги на коммунистическое а тогда-то как бы это было какой-то за целое состояние наш человек привык этому радоваться многие тебя правда что я у меня будет 6 там у меня шесть чеков я объясните что этих людей обманывают вот как другой коммунист ленин говорит да и ваших надо обманывать ну вот я думаю что чубысь вот занимался этим же понимаете то есть это такой такой знаете уникальный популист и такой вот такой словоблудие такой краснобайска разведет и он тогда был точно такой же он всем обещал золотые горы ну если можно конечно эту машинку называть золотой горой но они изначально и создали голод стране это было создано в этом понимаете отпускать вот так цены совершенный был на все сразу совершенно не обязательно почему-то все остановились заводы будут вся голодуха была в стране созданной исключительно вот всяких кого есть мозги понимает чтобы вот эти чеки люди там за кусок колбасы за вот этом сбрасывали вот это все они вот и это вот все он там как бы подводит впоследствии я все прекрасно помню какой демагогию развел чтобы людям не попало ни колочка земли а как мы будем делить вот землю там в сочи вот в этих там теплых районах мало того что там они разделена разбазарили и крым передали там бандерляндии и вот развалили вообще россию так сказать которая тысячу лет до них простояло все про папа под эту болтологию ну и вот он тогда развел следующую демагогию что ну вот как же мы будем сочи папа поэтому и вообще никому не надо не должна достаться земля нет это вот не надо и поэтому где как бы никому ничего не достать то есть и только потому что мы в сочи и не можем каждому там да допустим если там по 10 гектаров где-то приходится земли на на каждого там можем там по 10 гектаров дать но ведь я хочу сказать но неужели бы я в отличие от чубы который является или очень хитроумным господином да или просто вредителем не догадался что там в таких курортных зонах можно особый метод приватизации разработать потому сколько вот я можете как бы поинтересоваться я родовых имениях в крыму уже как бы сделал передачку на эту тему о том что вот эти земли можно было там построить гостиницы построить коробки все это людям передать напечатать деньги или использовать для этого наши валютные как бы резервы давно это имеется ввиду комплекс там нет нет газ все что дает нам валюту да вот а можно просто было пустить печатный станок инфляцию это бы не вызвало никакую ровным счетом потому что это все было нашло воплощение в собственность и это немедленно бы если какой-то хотя бы небольшие гостиницы на 20 мест на человека каждому обеспечить ну пусть там и небольшим участком земли к и отчего человек строят а вторую третью гостиницу уже спущу вот если бы запретить продажу потому что мало ли какому алкоголику это бы хочешь родственные линии передай а продавать не смей потому что это так сказать на мы должны социально обеспечить население так сказать это понятно вот потому что и он продаст а потом к нам его дети и потомки его это будет перки а как же мы а мы бедные они действительно что виноваты что он такой то что чубы с его там объегорил и и какой-нибудь да и вот мы имеем то что имеет вот я хочу сказать что вот комплекс вот этих вот элементарнейших мер которые опробованы которые в мире везде как бы давали результат но я приведу соединенные штаты где ну за копейки только за оформление выдавались крупнейшие земельные участки и все нормально у них прошло потому что у них них руководил чубы понимаете то есть соединенные штаты сегодня до достаточно они провели там все-таки столыпин скую реформу вот поскольку у нас коммунисты вроде чубы все-таки убили столыпина да вот там воде вот не смогли этого сделать и как бы все-таки какие-то рыночные экономика там более совершенной более прогрессивно чем дебильная коммунистическая да она была заложена и потом и как бы имеем то что имеем что мы в экономическом плане слабые они сильные и как бы такой момент я просто резюмирую под конечно вот то что я просто очень сжато чтобы не перегрузить вот как бы изложить вот эти вещи да я думаю я в последствии более подробно об этом изложу так сказать вы можете посмотреть мы предыдущие передачи вот на тему экономики много так сказать если какие-то вещи не ясные они как бы будут проясняться по мере нашего знакомства да однако вот я хочу бы тем бы провести такое вот сопоставление по факту давать будто воцарение чубаса ельцина там вот горбачёвы все последовательные клики вот у нас я абсолютно не идеализирую то что у нас там было застойные времена была саду и гамора но много у нас не было а вот у чё у нас не было у нас не было ракетов с воцарением чубасов вот нисколько этот процесс не притормозился а вы только развил получил получил это такое громадное такое широкое развитие так сказать что у нас все кладбище вот если можете заполнить там по и лежат молодые так сказать и граждане которые вот в этих криминальных разборках так сказать полеглись строями толпами и ну вот у нас не был наркотикам пожалуйста санкт-петербург культурная столица превратилась бандитскую столицу прибежище наркомафии прибежище вот скажем вот у нас не было спида но спасибо коммунистам спит у нас неокоммунистам вот этим вот у нас не было такой зависимости от западных разведок мы полностью впоследствии легли под них у нас на ваниле какие-то непонятные я сам за то чтобы приглашать каких-то специалистов из рубежа немецких инженеров новыми вся всякого рода пар хвостов зачем они нам когда у нас с моих есть всякие менеджеры топ-менеджер мало ли там про щелык давайте не будем идеализировать западно именно эти люди и рванулись люди уважающие себя но не хотели работать с бандитами с про хвостами им достаточно было ну вот взглянуть на господина чубайса как они в отличие от наших граждан четко определяли кто он есть и на вот эту болтологию конечно и не покупали никакие инвестиции о которых там они вещали никто чубайсу не дал из умственно полноценных людей конечно вот поэтому я думаю что у нас не было вот колорадского жука но потом у нас появился колорадский жук генномодифицировали не иначе потому что почему я вам хочу сказать вот как спит он у нас говорят вот это он не раньше был какой он раньше был неужели это врачи бы не заметили понимаете по американцы вели какие-то опыты там с полиэмилитом с другими заболеваниями и вдруг у них там этот вспышка да вместо того чтобы принять все необходимые меры чтобы даже фидель кастро на кубе как бы сумел какие-то выставить против этого кордоны так сказать создавал санаторий создавал это но у нас же что у нас где людям как бы которые можно сказать подписан смертный приговор да как бы создавались условия для того чтобы как бы помочь ими преградить распространение этих заболеваний естественно что как бы вот в этой ситуации как бы ну ждать от того что там чубость какой-то там бы занимался медициной это просто там смешно они просто и рассуждение гайдара и всех вот этой вот клики они просто шли настолько были циничные я сам слышал рассуждение гайдара о том что у нас криминализация если криминализация нашей так сказать экономики это вещь не объективны везде мире креме рыночная это экономика это бандите ну это полный чушь везде она криминально на самом деле нигде нет такого криминала как у коммунистов везде конечно криминал присутствует но там порядка в тысячу раз больше вот и вот все таки значит появляется спид явно полученные результате генные генной инженерии ну вот кто верит что это совпадение что там 15-20 лет появление генной инженерии и появляется вот этот спид о котором раньше не никакие врачи не упоминали не ведали не и и тут же появляется колорадский жук который отлично приспосабливается к нашим условиям в то время как веками он не под каким боком не мог проникнуть к нам я думаю что просто это вот результат того что нашу страну благодаря чубу понаполнили люди с какими-то церушными фамилиями в таком изобилии которые не только как бы выполняли роль каких-то приказчиков а указчиков распорядителей которые указывали что и как делал я вот хочу сказать и предлагаю всем подумать я понимаю что собчак очень на этих на этом спектакле подыгрывала чубы сок вот но как бы совершенно мне кажется очевидно что не какой-то вот революции какой-то вот в то что подведомственно чубы по определению быть не можем мы не ощущаем не в каких-то новых приборов не в каких-то хотят там двести семьдесят пять миллиардов закачали но этого не видим это наверное можно было построить уже не один завод который что-то выпускал я еще хочу заметить что в своем диалоге он там значит с диалоги с навальным с ерундой который тот тот уже навальный говорил он значит все время так говорит дака мы же и так спускаем мы за государственные вот я перевожу на русский язык они все-все пытаются китайской грамоту такую изобрели вместе с грехом он там грех прямо говорят что что мы там и с этими крестьянами мы к разговариваем вот как китайские феодалы там иероглифы изобрели а крестьяне их не знают ну мне это абсолютно понятно о чем он говорит то есть они за государственные счета разрабатывают какие-то идет разработка каких-то технологии а потом назначит какой-нибудь ну наверное бизнесмен свой брат чубыся появляется и вот это вот и уходит в частные руки и и вот вроде как это и есть очень хорошо очень замечательно я хочу как бы такой момент также заострить ваш внимание но вот я как-то слышал выступление одного из ничего бы за его и представитель и там он рассказывал не то что мы вложили вот в разработку таких то технологий таких-то патентов таких то еще что-то получили он значит то вот рассказывал следующее что мы закупили такой-то патент из зорубей такой-то патент из за рубежа следующий патент из зарубежа поскольку вот и прочее 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 то есть фактически мы производили за счет средств наших золотовалютных резервов и так далее мы производили финансирование выходят западные науки ну вот по факту, если им верить, понимаете а ведь понимаете набью не продадут продадут уже вчерашний день а они уже двигаются дальше вот вроде он там приводил еще Чубас как взял на щит какого-то ученого которого мы конечно не видели не знаем, что он на трубке сделал чуть ли не в сотни раз дороже, ну каких-то доказательств каких-то вот этого ученого не пригласили оппонентов его не пригласили детального какого-то разбора конечно не было нам просто предложено верить господину Чубасу на слово я лично хочу сказать что по-моему все это действие делается вот для чего ну Собчак она как бы хитроумная она вот у нее там соображение что большинство ну как бы очень большая часть ну как бы электората Навального это молодые люди это школьники это которые вот пришествие Чубаса в девяносто первом году как он испоганил все демократические реформы которые могли нам обеспечить просто сказочное будущее если бы вот не они коммунисты вот эти Чубаси Ельцины Зюганов Проханов все они поверьте одним миром мазаны и от всех них только одно зло кровь убийство нищета разорение тупость глупость грязь развалены все перекоррежено все ржавое все вонючее вот все что мы имеем от Чубасов от Зюганов и неважно я могу только сказать что конечно можно сказать что господин Чубас нам кроме колорадских там жуков да вот кстати бандеровцы вот они называют там кого-то русских колорадскими жуками а вы на себя посмотрите вы не генно модифицированы вы и есть вот это вот я хочу к тому же заметить что брат господина Чубас сколько я вот слышал он как бы Бандерляндию полностью поддерживает он за то чтобы вот Крым как крепостных крестьян там передать в руки Бандерляндии так сказать пусть мол они там наведут порядок да вот как мы уже знаем как они в Одессе это новоделик да как людей там живем ну как вот типа как Ленин там сказал обшарить этот Харьков передать как холопов туда вот и все и что что этих там крепостных крестьян действительно спрашивают да холопы вот вот вы подумайте и вот это основано на неокрепшие умы ректорат Навального чтобы вот это вот это поразить это как ораковы опухоли поскольку они на эту новизну может легко купиться и а между прочим вот многие там как бы враждебно отнеслись к электорату Навальному я плохо отношусь к Навальному мне очень понравились многие речи вот молодых людей на митинги как они пламенно выступали против ЖКХ но поймите почему мы останавливаем почему мы пытаемся анализировать чтоб вас не обманули что ну я думаю что вряд ли человек который развалил Киров лес он принесет опыт его в государственном масштабе будет более удачным так сказать вряд ли там как бы произойдет ну я вот как бы изложил свою точку зрения ну как бы желая так сказать постараюсь ее впоследствии развития подкрепить цифрами я сейчас не пришлось сходу я даже не обдумывал какой-то план они там все готовятся и с ними политологи работают с ним подсказывают вот эти вот ну вы примерно вот видите как это у соловьева там делается там у них помощники там все я это вот даже у меня не было времени обдумывать вот как было как я услышал так я вот среагиров всего доброго